вот такая вот штуковина у меня получилось самопальное электрическое чудо от родной родной движок от бензиновой газонокосилки просто скинул убрал его и продал почти за три рубля уехал в ижевск движок 1 киловатт стандартный от насосных станций здесь все написано один киловатт ровно есть удобный включатель чтобы запускать косилку можно сюда конечно куда-нибудь автомат еще поставить или на ручку но это дело дальнейшее чтобы поставить движок зависимости от формы креплений к расширительному баку придумываем как здесь закрепить я приварил сюда обычный уголок здесь не получилось сажать на вот эти вот отверстия потому что она аккурат попадала на краешек отверстия для старого движка и вот по этим отверстиям не попадалось единственное что один вот такой твинтик есть чтобы просто придерживал с этой стороны и центровка не нарушалась вот основное крепеж он здесь где все равно нагрузок не будет он в принципе хорошо сидит самая основная сложность заключалась в переходнике свала на нож в итоге что у меня получилось как это решено было вот у токаря вытащил такую штуковину там вал он был такой что там три диаметра здесь большой меньше еще меньше и так далее вообще-то токари делать все по размерам но я просто привез сам движок и старый нож вот косилки и он все подогнал здесь сделал в центровочная такой вот хренатень чтобы оцентровать сама деталька получилось не идеальная то есть есть некоторые вот вот в этом вот когда крутишь видно что здесь вот немножко вот так гуляет совсем чуток в принципе движок сильно не вибрирует и неприятно конечно учитывая что по цене он зарядил 2 рубля вот за этот вот переходник то в принципе можно было бы наверное сделать идеально хотя может быть у них действительно такие расценки что касается самой цены учитывая что три с половиной стоит новая газонокосилка самая дешевая которая сдохнет там через ближайшие там два-три покоса там они на ремнях там еще что-то эти ремни не найдешь ну и так далее это вообще отличный вариант люди ставят от стиралки движки и прочее но вот этот достаточно оптимальный 3000 оборотов конечно мало идеально было бы 5 но шумитые даже с тремя тысячами очень даже хорошо ну и косит здесь я нож поточил и я не помню в какую сторону долж должен крутиться либо этой резать либо этой но я уже по другому не могу поставить то что если перевернешь вот да эта штука не достанет в общем ну вроде бы косит и так вот соответственно крутится нормально нож можно сменить поставить другой они наверняка стандартные вот эти вот с этими вырезами то есть самое сложное это сделать покрепить прикрепить нож к валу двигателя валы двигателей они скорее всего бывают еще и раз теперь запустим посмотрим как эта фигня работает в деле вот я буду косить это место снаружи стороны забора здесь хоть и немного но остальное все густое я скосил так что поехали а а Немножко приподнял над землей Был в самом нижнем положении По густой траве не идет Приходится толкать Почему не стал делать на всяких фанерках С колесиками от коляски Потому что здесь сохраняются все эти регулировки И это очень удобно Погнали с поднятым Ну вот как видно Скосил Тут не ровно очень Тут все понатыкано всего Ну и одной рукой очень неудобно ездить И длинные Вот почему-то длинные вот такие вот Он прижимает и не косят Видимо нужно еще поднимать Ну что по итогу можно сказать Разобраться с ножом осталось Какой там стороной он правильно должен быть Может где-то наточить или другое вообще сделать Тут просто из пластины Потому что загибает одиночные эти вот стручки И не прокашивает А когда более плотная Он скашивает очень даже хорошо С более густой травой и высокой нужно попробовать И как он вообще себя поведет Будет ли он тормозиться Останавливаться там И так далее Вот когда подрастет трава У себя на участке Буду ее дальше драконить Ну и в целом это очень круто Если розетка есть в радиусе 50 метров То все Весь инструмент Нужен электрический Потому что это Электропилой цепной Работать одно удовольствие У меня триммер тоже электрический И это очень круто Да и в целом У мотоциклистов есть выражение Все будут ездить на эндуро Но тут можно перефразировать Что все будут ездить на электро Даже мотоцикл я свой продал И заказал электровелок Так что Нужно все электрическое Если вам не надо идти в лес Или очень далеко где-то косить Там или выполнять работы Где не нужен бензин А тот бензиновый движок Который здесь был Скорее всего он более-менее был рабочий Его просто завести не могли Даже не хотелось заморачиваться Настолько мне уже все это противно Все это масло Еще что-то там заводится Не заводится Стартер это веревка И прочая хрень Так что взял электродвижок И не паришься Не боится ни воды Ничего Тут все нормально так Загерметизировано Можно просиликонить На всякий случай Все равно открывать Каждый раз там не нужно И будет он работать Пока не сгорит Там от перегруза В общем Переходите на электро Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok